И не только. Тут, кстати, был вопрос от какого-то читателя, сейчас, наверное, не найду. Я играю на балалайке, можно к вам попасть в группу? Я такой же пойду на балалайке. У нас Женька, наверное, 10 в одном, поэтому очень будет тяжело. Я думаю, что этот человек может взять у нашего Жени уроки на балалайке, потому что лучше профессионала-балалайщика, чем Женька, я не знаю. Так что добро пожаловать, если хотите взять индивидуальные уроки у Жени. Частные уроки от Жени. На наш официальный сайт, на наш официальный почтовый дэнс. Так, дальше несколько повторов от Ани. Кто сочиняет песенки для вас? Вы сами пишут или вам пишут? Будут ли у вас песни про любовь? Конечно, если у людей будут свои идеи, свое мировоззрение, пусть они присылают свои идеи к нам на почту, мы их рассмотрим и вдруг мы вашу песню исполним на всему страну. Может быть, даже присылайте нам свои уже готовые песни. Не обязательно с музыкой, может, слова, это какие-то стихи интересные будут. Что-то с весельем, с частичками. Да, оно очень интересно такое читать, на самом деле. Мы заходим, постоянно все вместе, у нас есть почта. Вы общаетесь вообще с людьми, которые вам пишут в группу? Сто тысяч человек, каждый что-то написал. Как можно ответить каждому? Ну, смотрите, там у нас есть у каждого своя старинка. И нам, в принципе, пишут там, ну, я как-то считаю. Достаточно генерал. Знаете, иногда, ну, даже интересно, вот так вот пообщаться там с 12-летней, вот я недавно общалась с 12-летней девчонкой. Она мне пишет свои вот такие какие-то школьные моменты, которые у меня, в принципе, в жизни были. И она просит совет. Подскажи, вот я влюбилась в мальчика, я не знаю, как мне написать ему, что мне сделать. И вот оно так интересно давать советы деткам. Я не знаю, я получаю до этого удовольствия. Очень много. Очень много. Ты реальная. Так вот первый вопрос, настоящий. Я пишу, ну да. И часто, что я получаю, это все почему-то хотят прислать какие-то подарочки. Но и ты отказываешься, потому что, ну, как бы не хочешь людей утруждать. Разорять. Разорять там, как-то, и на мотанухе. И они настолько настойчивые, и вот просят, ну, пожалуйста, дайте телефон, дайте почту, дайте адрес свой. Мы хотим вам присылать маленькие игрушечки. Подожди, может, не подарочки вы не хотели? Может, в красный хотели? Нет, присылали игрушечки. Почему? А, прислала. Да, Женя, кстати, тебе часто задают вопрос, да? Как ты справляешься с такими девочками? Да. Я вот замечала, он ему на страничку заходил. Ну и как, Женя, справляешься с такими девочками? Ну, мы на ней, ось, мы по мечте. Якщо я не можу сам впоратись, я вдягаю баян, все стоит на своем месте. Какого такого, что справиться не можешь? Ребята, что такого не бывает. Мне кажется, что ты во всем-то аст. Ты человек, летучая душа. Да, может, все. Миша, Миша Шоп пишет нам далее. Мне интересно, есть ли у таких красоток вторые половинки или сердца свободные? Очень запали в душу. А ну-ка, девушки. Миша, очень действительно приятно. Вот, но это вопрос, он действительно, вы слегка личный. Не хотелось бы открывать свою личную жизнь, но скажем одно. Мы не замужем, мы свободны. Я могу сказать, что на данный момент мое сердце свободно. И любовь, наверное, это не то, что вот любовь к одному единственному человеку, как для меня. Это там любовь к личности, вот к одному человеку я люблю, и все, и больше никого там в свое сердце не пущу. Для меня любовь это такое широкое чувство. То есть можно любить не обязательно одного человека, можно любить весь мир, можно любить каждого. На самом деле нужно любить всех. Поэтому мое сердце открыто для всех доброжелательных и позитивных людей. Каким мы любим. Ну, смогли бы вы влюбиться, например, в поклонника? Почему бы нет? Фаната. Человек, который пришел к вам на концерт, подоил цветы, и все, его зарезался роман. Я хотела сказать, что... Не боитесь ли вы таких вот людей, которые... Что-то голдует на цветы. Ну, некоторые, например, начинают преследовать, да, артиста. У некоторых какая-то мания появляется. Она же артистка, она звезда. И я ее хочу. Вот. Как вот я перед этим поклонником? Я хочу сказать, что тут не имеет уже никакого значения, кто он, что и как он этой любви добивается. Любовь, она настолько спонтанна, ее нельзя заранее предугадать. Как-то там запрограммировать, как-то там запрограммировать ее. Она приходит сама собой. Оно или есть, или его нету. И тут уже не важно, кто это человек. Вот. Как-то так. Поэтому, в ответ, да, наверно. Мне кажется, что... Я думал, мол, я вот никогда его не добьюсь. А почему так? Мы же все люди. Может возникнуть искра. Просто ты посмотришь на человека со сцен, и ты поймаешь взгляд. И уже никак от этого взгляда ты не избавишься. Уже он тебя будет преследовать и снится. В жизни может быть все, что угодно. Да, да. По статистике, на самом деле, звезды, как их так называют, они несчастны в любви. Потому что им очень тяжело, потому что есть эти стереотипы, да, есть там обычные люди, есть звезды. И, как правило, нам действительно тяжело найти то, что близко к сердцу. Ну, я хочу сказать, что, насколько я знаю, как по себе, то творческие люди, они очень влюбчивые. Я могу сказать по себе, что я тоже очень влюбчивая. Да, это любить весь мир. А, муза, а он муза. Да, но не так, что прям выборочно, конечно, но все-таки есть такая влюбчивость. Только что нам написал Саша Анташевский. Скажите, не нужен ли вам еще один солист? Вы знаете, вот если вы можете нам предложить свою кандидатуру, прислать ему свои фотографии на почту, вы рассмотрите. Вы рассмотрите. И как солиста. Может быть, как друга нашего хорошего, друг из группы. Он будет ездить с нами везде и советовать нам что-то. Советчик. Да, наш советчик человек-советчик. Света пишет на далее. Хочу фотосессию с раздачей автографов. Хочется вживую вас увидеть, пообщаться. Я даже сувениры вам приготовила. Люблю вас. Что-нибудь подобное планируешь? Как отлично. Да, мы организуем в скором времени, когда уже закончен наш весь материал и будет, что показать новое нашим слушателям. Мы организуем такую встречу для фотосессии. Может, вы описали какой из концертов? Кстати, да. Мы сейчас подготавливаем такие мини-подарочки в стиле Бэтмена, в стиле группы Мон Дэнс. Ой, да. Ну, допустим, как вот сережки сейчас с Машей. Я заметила. Бэтстайл. Мы бываем в детеле Бортпричал, в галерею. Понятное дело, Женька пришел в костюме Бэтмена, мы пришли в костюме полицейских, собрали огромное количество внимания, все фотографировались. И там как раз это, как это сказать, мероприятие посвящалось комиксам. Там же, конечно, были сувенирчики, все связанные с Бэтменом. Мы накупили и отложили их в такой ящичек. Когда у нас будет встреча такая с нашим фан-клубом, мы вот будем раздавать. Даже футболочки сделали, вот такие, как у нас. Сейчас мы даже пристанем, давай. У Женьки тоже есть такая. Алояр. Да, он ехал для своего послуча. Она, влечить монетарь, да. Поэтому подарочки есть и ждем, когда будет свободное время, чтобы встретиться. Да, мы сейчас еще занимаемся разработкой календарей наших МНДАНС. Календарья в календаре, открыток тетрадок, дневников. То есть все, что с этим связано, все школьные аксессуары, мы вот подготавливаем. И самое интересное, что мы принимаем в этом участие сами. Поэтому это очень здорово, я считаю, что мы можем даже другие продукты, как быть, креативными дизайнерами. Самым главным будет наш диск. Скоро, скоро, совсем скоро, осталось совсем чуть-чуть, и мы выпустим диск. Наш эльбом. Можно так сказать, назовем его первым, да? Паршим. Паршим. Аноним. Далее интересуется, что планируете на Хэллоуин? Хотелось бы посетить вечеринку с вашей группой, чтобы с костюмами и новыми песнями. Как будет называться ваша новая песня? Ну, я так понимаю, костюм на Хэллоуин вам готовить особо не надо. Да, да. У нас 1 октября, кстати, была вечеринка костюмированная в радиобаре. Именно вечеринка группы ММД, с которой мы подготовили сами. И мы решили, что в дальнейшем, в будущем, мы будем все чаще и чаще готовить такие костюмированные вечеринки. Потому что, что для нас было неожиданно, это то, что пришли наши друзья, и они все были в костюмах. Белочка, Харри Бутеры, там, никого только нет. Да, реально пришли в разных костюмах, а ведь Супернет пришел. Вот, знаете, да, бывает, скажешь, приходите там в костюме. Ну, люди там оденут маску какую-то, накрасят там ногти черным лаком, типа там, ведьма, или еще какие-то нарисуют. А это именно... А когда люди пришли в костюмы? Я помню, когда у вас был батл с Суперменом. Это Бэтмен, кто сильнее Супермен или Бэтмен. Конечно, Бэтмен победил. Вот, а на Хэллоуин, я думаю, что мы оденем наши костюмы, и как мы любим веселить людей, выйдем на дорогу, будем ходить по улицам, откроем тыкву, да, возьмем тыкву и просто будем дарить людям радость и веселье. Да, кстати, по поводу Хэллоуина, вот это у нас еще хорошо, что нам подали идею. Уже уже совсем за времени осталось. Да, мы сейчас должны активно к этому подготовиться. Но мы в том году, как мы делали, приходила девочка, она нас красила, у нас были образы, кем-то была? Ой, это же из мультика. Не помню. Ну, в общем, мы взяли с... А, Алиса в Стране Чудес. А, точно, я была Алисой. Я была Битой, Бэмой или кто? Червой. Там от червей. И вот мы переоделись и вышли на улицу, но у нас с нами столько людей фотографировалось. Мы, понятное дело, их не пугали, мы просто вот танцевали, пели, веселились, отдыхали. Вот, и, конечно, было здорово. Ну, а теперь будет под баянчик. Да. Хэллоуин под баянчик. Еще сложно, знаете, что вот было, что Хэллоуин, это, в принципе, такой праздник, он как устрашающий, да, вот, людей на Хэллоуин нужно пугать. А нам вот в том году нужно было все-таки выбрать такие образы, которые не будут людей пугать, но в то же время они будут соответствовать Хэллоуину. Там, в Галетске появился повод, чтобы не вот так вот люди смотрели, боже, какой кошмар, а вот повод, что можно выйти в свет к людям. Да. С такими костюмами не будут говорить, что с нами что-то не так. Да, кстати, Хэллоуин, это реально человек, летучая мужичка. Очень подходит. Так что нам можем... А я, кстати, в интернете начала смотреть, как уже делать из тыквы разные интересные штучки, поэтому... Да, просыпаюсь я как-то утром, у меня на телефоне 20 новых фотографий, я смотрю, думаю, боже, что это такое? Ну, я думаю, по-любому Марина уже свои новые идеи, вот, Маша, нам нужно такие фотки сделать, такие там тыквы какие-то, еще что-то. Да, поэтому, наверное, что-либо такое креативненькое придумаю. Ага, вот Саша Анташевский ответил нам. Часто вам пишу, особенно Маше, если я вам подхожу в качестве солиста или советника, то жду с нетерпением. Привет ему продаем, привет, привет, привет. Советы нам очень нужны, кстати, разные. Давайте нам советов побольше, мы будем прислушиваться к вам. Может быть, его опровергать как-то и советовать все-таки вам что-то. Совет давай. Так, Светочка пишет далее вопрос девчонкам. Девчонки в шикарной форме всегда, скажите, как вам это удается, сидите ли вы на диетах, кушаете ли сладкое, как часто ходите в спортзал? Ну, я для себя вот сделаю такой момент, что для меня, вот, слово M&Dance, это золотые буквы в моей жизни. То есть, все, что связано с M&Dance, то мне и помогает, и даже сохранить свою физическую форму. То есть, я думаю, вот, если у меня есть M&Dance, моя любимая группа, моё любимое слово, то M&Dance конфеты есть же такие. И я думаю, если я буду каждый день есть конфеты M&Dance, больше M&Dance, да, и больше ничего не буду есть, то я похудею. Так случилось, я пытаюсь с ними конфеты. Маша петила, она тоже. Конфетная диета, да? Да, конфетная. Диета M&Dance. Маринке даже, он недавно что-то тебе подъявил. Словно нам приехали друзья, и там есть магазин именно специализированный по M&Dance. И мне привезли огромное количество футболок. Здесь написано M&Dance, все яркие пледики, игрушки мягкие. И это, понятное дело, приятно, и что мы ассоциируемся с такими шоколадными конфетками. Видите, реально есть шоколадные конфеты, и худеть. Это что-то у нас такое может быть? Нет, ну, это мы на самом деле шутим. Мы сейчас сутим советы, там время ребяток школьников. А девочка просто так послушает, и будет... А, кстати, это не M&Dance. Нет, все, это мы пошутили, да. А теперь давайте всерьез. Да, теперь всерьез. Это действительно настолько индивидуально, что есть даже люди такие, по группе крови, у них там вычисляют, что если человек даже будет есть сладкое, он будет действительно худеть. А для некоторых людей, понятное дело, если они будут кушать мучно, они будут поправляться. Вот. Поэтому это еще раз повторю, что это очень индивидуально. Нужно консультироваться с врачами, если настолько уже серьезная и глобальная проблема. Ну, а так, для поддержания формы мы, безусловно, ходим в спортзал, занимаемся хореографией, танцами, растяжкой, ходим в бассейн. Вот. Ну, Женька, у тебя, да, это боярка, постоянно. Кстати, по поводу растяжки, вот мы с Мариной очень помогаем друг другу, мы растягиваем. И причем мы, кстати, часто подходили к тренерам, когда там, например, я одна в зале была, и не было Маринки, я прошу тренера, помогите, пожалуйста, вот растянуться, потому что нужно там сверху надавить, чтобы нормально сесть в шпагат. И тренера, они не понимают, они как-то вот так жалеют, они не могут нормально надавить, я не знаю. И вот мы только смотрели друг другу, можем помочь в этом плане. А, насылкают друг на друга, да? И благодаря как бы этому, вот с Машкой, садимся на всей шпагатах, мы можем встать на мостике, жалко, что продемонстрировать нельзя. А сейчас на стиле, я уже был на столе. Потому что в спорте нельзя себя жалеть. И жалеть другого человека, который с тобой занимается. Поэтому мы выступаем друг другу, тренерами, и таким образом поддерживаем форму каждого из нас. Ну, давайте последний вопрос, потому что время уже, к сожалению, подходит к концу. От Марины. Ребята, в каких районах Киева живете, где любите гулять? Буду ходить там же, чтобы случайно встретиться. Ну, и, возможно, какие у вас есть хобби, помимо музыки, если... Так, ну, ходим первое. Это студия наша, любимая, неповторимая, там, где мы пишем все наши песни. Будем говорить, какая студия. Хотя бы прям этот район не будем называть адресом. Это все в центре. Все в центре. Живем мы все в центре города. И про туиму. Про туиму, да. У нас есть наш офис, где, в принципе, есть все необходимое. И репетиционная база, и зеркала, и микрофоны, где мы приходим, и там проводим основное время. Да, также это студия. А что касается каких-либо заведений... Честно говоря, честно говоря, сейчас нет часа. Ну, вот я час там прокинулся, попрацевал, и обувь поспал. Вот я сегодня приехал, я только из съемок, я пять суток, в принципе, был на съемочной площадочке. Да, да, да. Женя нам готовится, он борщ умеет делать вкусный. Сало. Борщ. Сельцем. Да, кстати, смотрите шлифу, я действительно в шоке, потому что человек заснул в 10 часов утра. Можно дать это так. Сегодня, да. Да, то есть поспал буквально час-два и приехал к нам. И на СТБ будет программа «Званный ужин», это где-то будет ближе к Новому году, поэтому не пропустите, смотрите, какие шедевральные вкусняшечки вам приготовит Евгений. Бамбулейло. Бэт, стравы. Евгений, играете на разных инструментах, и борщи варите, но жених прям загляденье. Так а вы вам о чем-то знаете, что-то касается. Думаете, что вы так его держимся? Вот рядышком постоянно. Батя, ты хочешь, наверное, посунуть здесь, бывает. Нет, девчата, не зажалуй, не зажалуй. Ну что ж, ребята, спасибо, что пришли, ответили на вопросы. К сожалению, не все. Я так понимаю, вы хотели еще спеть. Так, давай. Давай, девчата, давай, мы вдруг расстроимся. Я настрою немножко камеру. Давайте сидим. Да, Боря, мы сидим. Помню, я еще со скорой, постоянно на приколе. Я прикольно одевался и прикольно зажигал. На приколе я учился, на приколе я влюбился. На приколе я работал, на приколе отдыхал. На футболе, на приколе, на танцболе, на приколе. На подоле, на приколе часто я, как мы думали. Все округи успехались, зная, что я улыбаюсь постоянно. На приколе, на приколе, как мы думали. Потому что я Бэн-Мэн, оу-оу, потому что я Бэн-Мэн, е-е-е, потому что я Бэн-Мэн, оу-оу, и человек, летучая мышь. В гостях у Комсомуки была группа МНГ.